И самое главное, попытайтесь понять одну вещь. Чтобы не быть фанатиками, надо понять, кто такие фанатики. Фанатики — это те, которые хотят переделать окружающий мир. Есть три стадии духовной жизни. Есть начинающие верующие, есть среднего класса, есть развитые. Начинающие верующие, они не могут ещё работать над собой. Они хотят быть счастливыми, но уже духовно. Они понимают, что счастье в духовном, и поэтому они хотят окружить себя духовными людьми, есть духовную пищу. Это большая потребность для них, понимаете? Но это также создаёт фанатизм, потому что, когда они сталкиваются с чем-то не таким сладким, как если бы хотелось, то они начинают нервничать от этого. Они брезгуют уже людьми, которые едят мясо, теми, кто пьёт, допустим. Им неприятно уже с ними иметь дело. И эти люди, начинающие верующие, они все больше или меньше фанатики. Причина фанатизма — это незрелость. Почему они фанатики? Потому что они не себя меняют, а окружающий мир. Есть песня для таких людей, которые начали духовную практику. Есть песня специальная. Она старая, известная. Отрекёмся от старого мира, Отряхнём его прак с наших ног. У вас скоро тоже такое может начаться в любой момент. Чтобы не быть фанатиками, нужно учиться сразу устанавливать отношения в сердце. Только начали духовной практикой заниматься, знайте, что у вас это будет. Вам не будет нравиться здесь, будет нравиться там. Вот мне везде нравится. Люди изучают, что такое духовное. Хоть они там какие, хоть развитые, не развитые, везде нравятся. Но сначала у меня было такое чувство тоже. Я помню, когда начал изучать духовное знание, я иду по городу и вижу, что мне всё чужое. Я не хочу больше так жить, как они живут. Мне всё чужое, понимаете? Я хочу духовного. И это всё меня отталкивает. Я хотел уединиться, не общаться ни с кем. Перестал разговаривать с родителями на пару лет. Потом всё вернулось назад. То есть я как бы раскаялся, всё. Но идея в чём заключается? В том, что вот так бывает. Человек очень сильно, когда начинает духовную, входит в жизнь, у него вот такой вот протест против мира всего. И это рушит отношения, создаёт трудности большие в жизни. Может даже работу разрушить, там, семью и всё прочее. Чтобы этого не было, для этого нужно точно понимать проблему. Проблема в том, что я хочу внешними способами стать счастливым. А надо внутренними делать. Поэтому больше молитвы, больше очищения сердца, больше прощения и фанатизма будет меньше. Но всё равно будет. Даже у вас у некоторых уже глаза квадратные. Уже это как бы пошло дело. Приеду домой, там, всё будем менять. Это не фанатизм же всё. Сейчас, извиняюсь, важная тема. Потому что, смотрите, менять, допустим, яблоки на груши, кто-то заметит? Допустим, у нас были яблоки, теперь груши едим. Кто-то заметит? Нет. Молоко на творог поменяли, кто-то заметит? Нет. А если мясо из дома убрали, заметят? А знаете почему? Потому что есть пища, которая является принципиальной. Куда ты идёшь? Если человек идёт вверх, начал подниматься вверх, то он не может уже дальше есть мясо так же, как ел. Или он его сокращает, или вообще убирает из жизни. Когда человек начинает прогрессировать, это с поеданием мяса несовместимо вообще. И даже православные святые, они не едят мясо на самом деле. В православных храмах нет мяса. Рыба – это менее организованная пища уже. Меньше даёт проблем в жизни. Но даже лучше и от неё отказываться. Допустим, Серафий Фсаровский не ел ни мяса, ни рыбы. Сергей Радонежский не ел ни мяса, ни рыбы. И так далее. Есть много таких примеров. Понимаете, идея в чём заключается? В том, что есть оплоты кармы. Есть разные оплоты судьбы. И это принципиальные вопросы. Вот смотрите, я сейчас оплоты кармы, которым надо быть крайне осторожным в жизни. По отношению к другим. Очень строгим по отношению к себе и крайне осторожным по отношению к другим. Если вы не хотите разрушить отношения. Вот понимаете, отношение к вину – это оплот кармы. Если вы как бы… Ты сок яблочный пьёшь? Нет, ты чё, совсем что ли? Яблочный сок. Вот, понимаете, такого нет. Почему? Потому что это не оплот кармы. Но если вопрос о вине, сразу глаза квадратные. Одни говорят, его не надо пить, а другие говорят, его надо пить. И почему? Потому что это принципиальный вопрос развития человека. Попытайтесь это понять. Что наступает время, и вы уже отказываетесь от спиртного, допустим. Приходит время. Это не надо искусственно делать. Не думайте, что сейчас я приеду, сейчас от всего откажусь. У вас может не получиться. Потому что человек употребляет все эти вещи только потому, что он не может по-другому жить. Ему нужна эта энергия счастья. Мясо настраивает на плоть, на плотское. Плотское счастье означает также секс, телесное отношение с человеком. То есть мясо на это настраивает. Мы точно так же эксплуатируем мясо животного, как эксплуатируем тело близкого человека. Разницы никакой нет. Только не кусаемся, если что. А некоторые кусаются даже. Понимаете, это тоже такое же плотское чувство. И мясо разжигает эту потребность в человеке. Мясо разжигает эту идею желания секса. Вино также разживает плотские чувства. Это тоже самая сила, разжигающая плоть в человеке. Телесное счастье, телесную концепцию жизни. И если человек сильно на этой концепции находится, он не может бросить ни мясо, ни вино. Почему? Потому что это то, что ему нужно, как хлеб. Понимаете, тонкое тело ума, оно питается тоже энергией. Допустим, мы кушаем какие-то продукты, мы насыщаем грубое тело. Но также надо насыщать и тонкое. А тонкое тело насыщается тем, что мы расходуем. Если, допустим, сильно твое сознание находится внутри тела, ты расходуешь телесную энергию счастья. И расходовав в уме её, не хватает. Нужно кушать то, что пополнит эту энергию телесную счастье. А что пополняет энергию телесного счастья? Мясо. Поэтому человек без мяса не может жить, он с ума сходит. И не надо париться. Потому что сознание, оно постепенно переходит из телесного счастья на более высокие сферы. Сначала идёт концепция Анна Майя, я вам говорил. Если работаем, то работаем над телом. Раз, два, три, четыре. То есть мы, вся жизнь с телом связаны. Понимаете? Кушаем, не кушаем. У нас только два вопроса духовного развития. Или кушаем это, или не кушаем. Всё. Вот наше такое развитие. Называется Анна Майя, телесная концепция жизни. И нельзя её поменять же искусственно. Поэтому человек, как бы он думает, блин, я бы мясо, конечно, не смог, не кушал бы, блин, но я с ума сойду. Значит, просто ешь и не пальцы. Потому что проблема ведь не в том, что надо искусственно всё делать. Проблема в том, что у тебя не хватает знания. Знание — это что такое? Это сила, которая меняет структуру тонкого тела. Вот, допустим, появилось знание, как ещё более счастливо жить. Благостное знание. И раз, энергия сознания с тела уже перешла на прану. И ты уж думаешь, более счастливо жить — это не пищей заниматься, а зарядкой. Думать больше о зарядке, о наклонах, движениях. Это уже другая жизнь, понимаете? Ещё сознание больше в ум пошло, уже всё, зарядка не интересует. Интересуют, допустим, танцы, развитие рисования. Человек начинает творчески развиваться. Ещё пошло сознание глубже, в разум. Человек начинает священное писание читать, ему нравятся уже какие-то священные писания. Понимаете? Это всё само собой происходит. И как только сознание меняется, меняется пища сразу. Чуть-чуть сознание поменялось — уже другая пища хочется. Чуть-чуть поменялось — другая, другая, другая. И так постепенно пища ненужная отваливается. Ненужные привычки сами отваливаются. Не надо беспокоиться вообще об этом. Не надо из этого делать какую-то проблему вообще. Если близкие люди у вас что-то кушают, это значит, у них такой уровень сознания. Всё. Это их жизнь. Не трогайте их. Дайте им жить нормально. Если вы собачку переведёте на священную пищу, она может окочуриться. Потому что у неё другое питание. Ну, вайшнавы делают и это. Собачек переводят на вегетарианское питание. Собачки лопают овощи тушёные. Ну, нормально. А что делать? Оставить. Супчик, тушёные овощи, собачки. Я ещё как бы чуть-чуть мяса подъедаю, но собачка у меня уже вегетарианка. Это чисто вот этот первый уровень развития личности. Чистый прикол такой. У меня есть ещё потребность в мясе, а собачке надо жить чистой жизнью. И следующей жизнью надо человеком рожаться уже. У меня такая проблема. У меня есть тёща. Хорошая тёща? Хорошая. Женщина, продолжай. В больших сердцем. В больших сердцем. Ну, я знаю, что... Но. В уровне жизни не на той стадии нападут. Ну, ничего страшного, это же не проблема. Все люди на разных уровнях жизни. Мне так кажется, что одно передаётся другому. Вот у меня есть собачка, её зовут Бима. Она не святая, конечно. Ну, хорошая. Ну, хорошая. Вегетарианка. Я не хочу никого менять. Я хочу просто... Ну, вот она вот в этой жизни человеком не станет. Она в собачьем теле просто родилась. Нет, совета надо дать. Помните Булгакова фильм этот? Душил бы и душил. Начинающий верующий как раз. Но она живая, тёща-то живая, поэтому советы даёт. Она живой человек. Правильно, но... Детям даёт советы. Моей жене сказала, ты должна быть твёртой. Нормально. Правильное решение. Я не забываю об одном, на краю родной земли. По границам матери с отцом, кем бы они ни были. И первая стадия решения любого вопроса — это любовь. Принимаем тёщу, какой бы она ни была, кем бы они ни были. Принимаем тёщу в сердце. Молимся, 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 молимся. Потом бац! И знания начинают приходить в сердце. Вот сейчас я молитву спроделал в своём сердце. Смотрю, тёща очень честная. Вот её основное свойство — честность. Она очень искренний человек, на самом деле. И она твёрдо стоит на своём, потому что она честный человек. Это её основа. Ну и природа вот у неё такая. У меня, кстати, уже не такая же природа, очень твёрдый человек. Вот у женщины, какая есть природа, это уже не переделать всё. Всё, она говорит жене, будь твёрдже, вашей, допустим. Нормально? Сейчас я вам расскажу. Смотрите, фильм «Белое солнце пустыни». Смотрели? Там Саид такой был. И у него на футболке, ну как бы на его рубашечке, сзади было дырок шесть от стрельбы. И как он встретились с ним, как бы? Он такой, как бы, такой... По шее его зарыли, короче, в пустыне полностью. Один, короче. А он, вот на самом деле, там показали идеальных людей в этом фильме. Почему он нравится? Потому что там идеальных вот эти, особенно мудрецы, которых там взорвали гранату, и там шапки слетели, и сидят, как сидят. Это уже трансцендентный уровень, это духовно развитые люди. И Саид тоже был настоящим воином. Он на духовной платформе находился, потому что его зарыли в песке. Никого нет вокруг. А он спокойный такой. Этот тоже спокойный такой подходит. Лопату воткнул рядом с ним. Он уже не первого отрыл такой. Смотрит на него. Тот на него смотрит. Они друг друга не знают вообще. Может, кто-то убьет сейчас. Он на него смотрит такой. Кто тебя зарыл? Абдулла? За что? Не понравился что-то я ему. Ну, такое у него к нему уважительно, к Абдулле относится тоже. Все нормально. Люди друг друга уважают. Он не матерился там, что его зарыли. Раз его тот откопал. И вот мне нравится, как Саид относился к недостаткам других. Понимаете? Вот Абдуллай его вообще зарыл. А тут так стреляли. Как бы Саид, в чем седло мокрое? Стреляли. Тоже анекдоты. Ну, вообще. Вообще у него седло не было мокрым никогда. Был настоящим джигитом. Но идея в чем заключается? Вам тоже надо быть настоящим джигитом. Мне обидно не за это. Мне обидно за то, что мне больно очень. Что я вложил душу в свое и сердце в мою дочь нам. Ну и повторяется это. И повторяется с поколения в поколение. И когда-то это должно быть закончено. Никогда не закончено. Знаете, не сможете вы дочь свою сохранить в колбочке. В закрытом пространстве. Ладно, теща ее испортила. Будут портить дальше другие люди. Я не сказал, что она ее испортила. А к чему тогда? Настраивается. Ну я, у меня свои проблемы есть. Да, конечно. Я работаю над этим. Получается иногда нет. Но виновата теща. Это год на страсти. Я сказал. Я не уверен. Но если у нее в жизни не получится, почему у нас должна не получится? Такова судьба просто. Так действует судьба. Надо начать молиться сначала. Сначала молитва. Потом понять, что теща это танк. А танк стреляет. Разрушает мишени. И это ваша родственница. И нам танк не потому, что она такая вот. Ее надо уничтожить гранатой. А потому, что она страдает. У нее определенная конституция есть психофизическая. У женщин же разные конституции бывают. Бывают женщины очень твердые по природе. У меня жена такая вот. С ней бесполезно спорить вообще. Что-то такая с бесполезным просто. Я не стараюсь. Ну я тоже не стараюсь. Но разница знаете, в чем заключается между нами? Мне не обидно с ней жить, а вам обидно. Нет, дочь уже учить начинает. Ну только потому, что она в тещу. Все, нет. Она в тещу у вас 100%. Вы еще не знаете, что дочь у вас будет лет через пять. Она вас будет гонять по подоконникам все. Потому что она тещу наслушала. У нее природа такая. Она раскрывается ее природой. Она же твердая очень, характерная у нее очень. Кстати, у вас тоже немножко. У вас такой же характер тоже, кстати. Знаете? Это уже так. Да, совершенно верно. Это церковь, которую я хочу достичь. Пенсия и здорово. Знаете, когда человек за этот вопрос не хочет слышать ответ, создается ситуация, в которой никто не хочет находиться. Потому что теряется сама идея на того, зачем мы здесь собрались. Поэтому, если вы задаете вопрос мне, вы должны быть уверены, что вы готовы слышать ответ. Потому что ответ, он же глубокий. Просто логикой невозможно понять ответ. Если вам больно, я вижу усиленную боль в этой ситуации, которую вы испытываете. Но эта боль не должна заглушать вас в разум. Вот мужчина сзади, он принял от меня, что там что-то не то они делают. Но вы не хотите принять. У вас позиция «я прав, она не права». Эта позиция не дает возможности ничего изменить вообще. Есть три позиции. Невежественная позиция «я прав, она не права» или «он не прав». Ничего изменить невозможно, советы не помогут. Позиция вторая «я прав, и она права». Это позиция в страсти. В ней люди могут что-то менять, но с трудом. Потому что в конце концов окажется, что всё-таки она не права, больше, чем права. И третья позиция «благости», «я не прав, все остальные правы». Это благостная позиция, всё меняется. Выбирайте себе позицию. У вас сейчас позиция «я прав, а они не правы». Это невежественная позиция, изменить ничего невозможно. Если вы хотите что-то поменять, значит, хотя бы на страстную. Мы оба правы. Или лучше на благостную. Я наказан судьбой, поэтому всё так происходит. А потом ещё глубже. Я не прав, что я так к ним отношусь, а они правы. Это тогда даёт победу полную. Мы с женой проводим семинары по ведической психологии. Супер. Семейных отношений. В основном для местных немцев на немецком языке. Это вообще супер. Поднимите руку, кто написал письмо. Спасибо вам очень. Я вам очень благодарен, на самом деле, за эту деятельность. Просто супер. Это очень важно, то, что вы делаете. Изначально эта идея была не моя, а моей жены. Так как она у меня местная немка. Она считает, что эта тема также необходима и для местного населения. Конечно, необходима. Не только для русскоязычного. Мы уже имеем опыт чуть более двух лет. Мне нравится этот вид деятельности. Так как это мне близко. Вы по природе священник, преподаватель. Вам надо этим заниматься. У вас такая природа. Это мне близко по духу, по профессии. Я выпускник Свердловского военно-политического училища. Все правильно. В последнее время у меня возник ступор. У меня нет уверенности, что это немцам действительно надо. Сейчас объясню. Смотрите. Попытайтесь понять, что есть разница в нации. Нация делает отпечаток на разум человека. Русские люди слушают сердце. Вот я, допустим, часть лекций для вас читаю. Вы слушаете сердцем. Вам не нужно доказательства различных философских систем, школ и так далее. Но немцы, у них другая волна уже. То есть они принимают научный подход жизни. Им сердцем не докажешь. Это уже более западное восприятие мира. То есть здесь нужна обоснованность какая-то. Это называется рациональное мышление. Но сердце можно подключать. Просто ступор возник из-за того, что вы выбрали неправильный подход к образованию. Вам надо образование основывать для немцев на основе различных высказываний, выдержек. То есть давать им более академический подход и не ждать быстрого результата. Вам надо просто образовывать, образовывать, образовывать. Европейцы очень медленные на подъем. Но когда они поднимутся, они уже потом не спустятся. То есть это как танк. Он разгоняется, потом не остановишь. Понимаете, люди, которых ментал преобладает над сердцем. Вот смотрите, сейчас объясню. Если взять, допустим, Бурятию, Крайний Восток, Японию, одно сердце, ментала вообще нет в понимании истины. То есть им логически не докажешь, что такое истина. Они просто следуют практике отцов. Поменять ничего невозможно. В Японии людей с их веры поменять невозможно. Они живут только сердцем. И у них практика отцов. Они делают то, что отцы делают. Поменять ничего невозможно. Традиция передается очень жестко. Все, шансов нет. Дальше берем, ближе сюда приходим. Бурятия, допустим. Тоже практика отцов. Но уже больше они пытаются как-то философствовать, размышлять. Ближе, движемся ближе, допустим. Подходим к уровню, допустим, Москвы. Уже рациональное мышление и чувство с сердцем где-то выравниваются. Понимаете? То есть люди, они не сильно сердечные и не сильно рациональные. Где-то наполовину. Движемся дальше. Литва, допустим. Начало Европы. У людей сердце открыто в принципе. Но в основном им надо логически все объяснять. Уже рациональность уже становится очень высокой. Если взять Германию, то уже сердцем люди не воспринимают истину. Им надо все объяснять с позиции логики. Жесткой такой рациональной логики. С доказательствами, с наукой и так далее. Но понимаете, ничего не меняет с точки зрения духовного развития. Или душа из головы с сердцем соединяется. Или из сердца в сердце. Разницы нет. Путь один и тот же. Просто разный подход. Из сердца в сердце это просто эмоциональная подача. А из головы в сердце логическая. И если вы немцам логически, рационально начинаете давать, то дальше что происходит? Они будут спрашивать доказательства, объяснения, общаться с вами, философствовать. Русскому человеку это очень сложно, потому что у него другой менталитет. Но если вы приспособитесь, привыкнете и будете на их волне как бы спокойно с ними общаться, то вы потом увидите, что через понимание логики они сразу приходят к священным писаниям. Начинают сразу изучать священное писание. И через священное писание потом к сердцу идут. А у нас путь другой. Мы как бы просто через веру идем. Поэтому смотрите, есть православие, есть католицизм. Католицизм это более западное направление христианства. В чем отличие? Отличие в том, что в православии люди стараются через сердце все передавать. А в католицизме очень много рассуждений, философии, даже практика разная духовная. В православных больше молитвы, в католицизме больше собраний, рассуждений, они больше общаются. Понимаете? То есть разные практики духовные от разных народов. И нельзя сказать, что лучше, что хуже. Все одно и то же, просто разные пути. Вам надо просто понять их структуру разума, немцев, и начать их преподавать так, как они устроены. Вы увидите, результаты немедленно начнутся. Но они будут сначала просто в интересе людей. А перемены будут происходить, когда концепции логические, они будут усваивать и их понимать. То есть для нас перемены просто поверила и все. И перемены пошли. Но при этом до священных писаний далеко. Русскому человеку добраться до священных писаний далеко. Он уже молитвы читает, но он концептуально не развивается. Постулаты не воспринимает какие-то серьезные. Поэтому и мои лекции построены чисто на эмоциях. Я не пытаюсь вам с позиции священных писаний, там немного священных писаний вам привожу в пример. Поэтому меня многие критикуют за это. Говорят, он лекции не основывает чисто на логике священных писаний. А русскому человеку так нельзя рассказывать. Вы просто заснете. Если сейчас буду вам по священному писанию, вы просто заснете. Русский человек требует сердца, сердечной беседы. Все. Но немцу нужно по-другому преподавать. У него другой склад разума. Все. Это технический вопрос. Просто все. Поэтому депрессия, что вы уперлись как бы. Хотя присутствует какое-то чувство, что это надо продолжать. Как к этим разобраться? Правильно я делаю? Что делаю? В своих семинарах мы используем материалы, как ваши, так и других лекторов. Я считаю себя вашим манечком. Я очень благодарен вам и прошу вашего благословения. Я всем сердцем вас благословляю. Пожалуйста, продолжайте эту деятельность. Очень скоро Господь возрадуется у вас внутри. Вы поймете, насколько это важно для всех людей вообще. Это самое главное для людей — давать им знания. Сейчас это крайне не хватает, особенно в Европе. У меня сердце кровью обливается сейчас по Европе вообще. У меня сердце кровью обливается, потому что духовного знания крайне не хватает людям. Ко мне подошел один духовный учитель, и он передал мне это чувство. Он сказал, что ты должен проповедить на английском языке. Я когда начал молиться, думать о его словах, я почувствовал очень сильно, что сильно не хватает сейчас духовного знания в Европе, в Америке. Крайняя нехватка идет. У нас в России вот так вот сейчас разного рода проповедников, лекторов, которые передают нравственное знание. В России идет колоссальный подъем нравственного знания. И уже хватает, в принципе. Кому надо, тот найдет. Здесь не хватает. Это факт. Очень редко людям предоставляется возможность получить нравственное образование или пообщаться на нравственную тему. У людей нехватка общения, даже друзей, которые так живут. Вакуум надо восполнять срочно, особенно на других языках. На русском уже вакуум немножко заполнен. Нужно на немецком, на английском, на итальянском и так далее. Пожалуйста, делайте это. Делайте это. Я вас умоляю. Спасибо большое. Вы тоже делайте. У вас тоже бракманический склад. Вам надо тоже лекции читать. Преподавать тоже. Зависит от того, как вы преподносите знания. Мне тоже говорили, невозможно то, что ты делаешь, читать на широкую аудиторию. Все зависит от преподнесения. У меня вопрос. Банановые шкурки – это вкусный продукт или нет? Нет? Вы ошибаетесь. Это вкуснейший продукт. Если их заваривать, как чай, чай практически не отличается от обычного. Ну, просто они с химией сейчас, поэтому их не заваривают. А если они без химии выращены, то это вкуснейший продукт. Почему вы не знаете об этом? Вы не знаете способ приготовления. Вот и все. Вся проблема. Вы не знаете, как его готовить. Вот я, например, на работе с двумя людьми поговорила об этом, что я еду на такой семинар. Одна приняла это очень позитивно и говорит, классно, немка. Другой был мой шеф, потому что он хотел знать, почему у меня не будет. Это секта. Куда ты едешь? Зачем? Нормально, так и русские воспринимают. Сейчас в России скажи двум человекам. Один скажет секта, другой скажет нормально. Все, вопрос нет. Причем немцы вообще? Это одна обычная реакция. Людей в страсти. Сейчас объясню. Смотрите. Люди в невежестве. Разум идет вниз. Идет деградация. Люди в страсти. Разум статичен. Что значит статичен разум? Даже просто русский приехал лекции читать, это уже проблема. Лучше, если германец будет читать. Статичный разум ничего не принимает. Надо жить как все. У тебя в квартире другая обстановка, уже страшно человеку со статичным разумом с тобой иметь дел. Ты должен быть одет как все, выглядеть как все, вести себя как все. У тебя рукава должны быть, особенно в Германии это выражено, потому что люди очень прагматичные. Рукава должны быть как все, юбка такой длины как все. Мне одна рассказывала, как у ней на работе все происходит. Там все жестко, нельзя носить то на себе, нельзя все обговаривать. Не знаю, у всех по-разному. Не говорю вообще в целом про Германию. Вообще просто идея про людей в страсти. То же самое в России. Если у тебя евроремонта нет, значит у тебя что-то ты какой-то фувло. Может ты там непонятно где работаешь вообще. Надо, чтобы все было с иголочки. Дома. Понимаете, люди в страсти очень статичны. Ты мясо не ешь? Ты что, в секте? Сразу раз испугался. Почему? Потому что разум очень зажат. Люди боятся любых изменений. Потому что они верят в социальную стабильность. Если есть социальная стабильность, значит ты счастливый человек. Нет в социальной стабильности несчастный. А я вообще нигде не работаю. С точки зрения обычной социальной системы. Ну меня там записали, терапевт я. Но я как бы, понимаете, ну как бы меня никто не спрашивает. Как работаю? Штраф никто не штрафует. Ну поймите такую вещь, что вот люди в благости, они с этой точки зрения уже по-другому живут совсем. У них другое отношение с социумом совсем. Нет такой скованности, зажатости у человека. Если вы хотите в свободный мир, то переходите в благость. Люди в страсти, хоть в Америке, хоть в Европе, хоть в России, все скованы, зажаты законами. Потому что они очень сильно верят в социальную защиту. Люди в благости не верят в социальную защиту, они верят в духовную защиту. Поэтому у них духовная среда, и они там получают защиту. Поэтому, когда человек живет среди людей в страсти, все очень зажато и сковано. Шаг в сторону, расстрел. Не надо это считать, что это Германия как бы проблема. Это не Германия проблема, это проблема просто слоя жизни, в котором вы находитесь. Если вы меняете слой, вот я, допустим, когда приезжаю на духовный фестиваль, у меня друзья из Германии, один духовный учитель, который вообще германец. Из Германии даже два духовных учителя германца. Или, по-моему, три даже. Сейчас вспоминаю просто. Вот. Германия. У меня есть друзья из Америки, из Индии. У нас все как одна семья. Разницы нет. Я не вижу большой разницы между людьми из Германии. Когда люди в благости, они становятся одинаковыми. Одинаково хорошими. Я приезжаю на духовный фестиваль, допустим, в Индию. Там приезжает порядка 20 тысяч человек. И все вместе танцуют, поют, радуются, обнимаются. Все. На какой фестиваль? Там в Майпуре есть такое место. Там вот очень большие фестивали проходят. На каком? В марте. Вот девушке подойдите, она вам все расскажет. Вот девушка. Да? На каком? Ну, расскажете же, где в Майпуре, там, когда, как доехать, что место не скажет. Или к ребятам, которые здесь вот сидят, они вам расскажут. Итак, человек в благости, его разум начинает двигаться вверх. Когда разум начинает двигаться вверх, в жизни все меняется. И все люди, которых разум двигается вверх, они все понимают. У них нет проблем. Ты ешь мясо? Ем. Ничего страшного. Не ешь? Тоже ничего страшного. Отрекся от мира? Одел другие одежды? Нормально. Живешь в семье, тоже нормально. Понимаете? Человек может менять свою жизнь, отношение к жизни. Люди, которые в благости, так как у них разум движется, они это понимают. Они принимают такое, что бывает, человек меняется. Или, допустим, раз был в этой вере, у меня вот одна знакомая, она была в вайшнавской традиции, бац, вернулась в православие. Тоже нормально. Тоже хорошо. То есть, я думаю, нормально. Нет, если там ей нравится, это хорошо. Что такое сектанство? Вот сектанты самые настоящие, это люди в страсти. Вот этот зажатый разум, вот это и есть сектанты самые стопроцентные. Чуть-чуть в сторону. Ты что, пить перестал? Все, глаза квадратные, все. Это сектанты. А люди в благости, они уже не сектанты. Они меньше сектанты. Чем благостнее человек, тем меньше сектанты. Это не касается нации. Просто есть разные типы мышления у разных наций. Им по-разному преподавать знания надо, и все. Это вам освещают пищу сейчас. Да, колокольчик. Разгоняет духов у меня в голове. Там духи имеют, чтобы они вылетели. Со мной вот что происходит. Ко мне мы старый друг не ходит. А ходят в праздной суете. Ни постоянные, ни те. Так? Ну, я тут взливаю, что можно не ходить. Это жизнь, страсти. Все нормально. Ничего плохого не происходит у вас. Все нормально. Надо менять свой слой жизни. Надо переходить в благости. Постепенно. И поэтому постепенно изменится ваша семейная жизнь. Сейчас ничего не сделаешь. Что вы встречаетесь с теми людьми, у которых концепция личной жизни не сформирована. Сейчас вам объясню. Люди в невежестве считают, что надо эксплуатировать близкого человека. Если это возможно, они с ним живут. Люди в страсти считают, что мы вместе живем, если нам нравится. То есть они вместе живут для того, чтобы просто наслаждаться друг другом. Это тоже не семейная ситуация. Это не семья. Это временное пребывание вместе. Поэтому людям в страсти лучше гражданский брак подходит. Поэтому гражданский брак распространяется со страшной силой. Потому что люди в страсти признают, что мы, скорее всего, не навсегда вместе. А на какое-то время, пока нам нравится. Потому что они изучают психологию, знают, что людям нравится какое-то время только вместе. А потом уже плохо становится. Надо знать гражданский брак. А многие люди в страсти вообще считают, что не надо жениться, потому что это геморрой. Нужно просто... Ну, пожили вместе, разошлись, чего париться? А? Мы даже и не живем вместе. У нас в дороге нас дело не находится. Ну, вот это жизнь в страсти означает. Чтобы в благости перейти, надо работать над собой, развиваться. Когда духовное у вас понимание вещей поменяется, тогда представление семейной жизни, отношения, все поменяется. Вот, допустим, вы в благость перешли, вам какие люди будут нравиться? Благости. Другие мужчины. А в благости мужчины очень стабильные. Они хотят семью. Они не видят счастья просто пожить вместе. Нет счастья у них в этом. Благостные мужчины хотят семью. И у вас поменяется судьба, вы найдете себе хорошего, благостного человека, которым будете стабильные отношения иметь. Или с тем начнете другие отношения, если сердце его растопить и молитвой. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Ты позови, и я приду. Я не могу иначе. Понятно, да? Надо растопить кусочек льда сердцем своим горячим. Чтобы оно горячее было, надо его разогреть духовной силой своей. 20 минут до завтрака. Полет нормальный. Если вы хотите разрушить отношения, никогда не надо упрекать близких людей в их пище, в их привычках. Не надо этого делать. Привычки человек выбирает, потому что он по-другому не может выжить. Это просто его необходимость жизненная. Это не то, что он дурак такой неправильно. Вот раз, надо ему повернуть какой-то крантик, вот так чик. И он другой стал совсем. Так, что-то так, как люди в страсти думают. Надо что-то у него там повернуть. Переключатель так. И он бац, не пьет. Опа. Все, не пьет. Классно. Так он не пьет, потому что он может не пить. Почему человек не пьет? У него количество счастья внутри достаточно, чтобы не пить. Почему человек пьет? Потому что озеро счастья очень маленькое. Не хватает энергии любви. Он восполняет эту любовь, а иначе он просто больным станет. Вот если человеку пьяницу, допустим, бросить пить сейчас, у него будет инфаркт потом. Или сахарный диабет. Или инсульт. Или он в психушку попадет. Человек не выдерживает нагрузки, ему очень тяжело. Почему? Потому что не хватает энергии счастья. И он искусственно этого восполняет. Люди в невежести постоянно в нехватке счастья находятся и постоянно его восполняют. У них разум сильно не соединен с духовной силой, они вообще не понимают, что такое святость. Поэтому они постоянно как-то стимулируют свою жизнь. То есть люди в невежести постоянно или наркотики, или вино, или азартные игры, или секс. Надо постоянно в этом состоянии находиться. Если этого состояния нет, их просто колбасит. Им просто очень плохо. Люди в страсти. Им не надо постоянно восполнять. Потому что у них уже есть занятость. Люди в страсти, они испытывают счастье от развития, от материального процветания. Если у них всё нормально в жизни, они работают нормально, развиваются, процветают, у них счастья хватает. Они живут, и им нормально. Люди в страсти нужно материальное процветание. Но они не знают, что этот мир так устроен, что не бывает никогда так, что постоянное развитие. Сегодня развитие, завтра спад. И на момент спада жизнь в страсти не предусмотрена для спада. Спад начинается у человека в жизни, и его начинает колбасить. И так как у него духовной практики нет у людей в страсти, у них всё рушится. Во время спада человека спад пошёл, в страсти человек живёт. Семья рушится, работа рушится, отношения с детьми рушатся, всё рушится. Почему? Потому что у них не приспособлена жизнь в страсти для того, чтобы трудности преодолевать. Она приспособлена только для удачи. Поэтому люди в страсти, они постоянные фильмы такие показывают. Вот смотрите, фильм, допустим, показывают. Два типа фильмов. Первый тип — «Всё хорошо». Людям в страсти очень важно знать, что всё хорошо. И такой, там всё классно, все успешные такие. И посмотрел, слава Богу, всё хорошо. Спать лёг. Второй вариант жизни в страсти. Нехорошо. Трудности. Но показывают какие фильмы. Что такой дядя большой с таким большим брёвнышком. И он все трудности побеждает, и опять всё хорошо. Всех поубивал там. Всё хорошо. Ведь и всё хорошо. То есть для людей в страсти нужно смотреть, какие фильмы. Что всё хо-ро-шо. Плохо для них, в их концепцию не укладывается. Если фильм заканчивается тем, что всё разрушилось, они думают, плохое кино, блин, зачем я вообще его посмотрю. Не подходит. В концепцию страсти не укладывается такое кино. Нам не нужно такое кино. Мы не любим. Почему? Потому что у людей в страсти не предусмотрена духовная жизнь. Они не могут на спаде жить вообще. Это искусственная форма жизни. Она ломается у всех людей на земле. И те люди, которые приехали сюда на лекцию, большинство уже сломалось. Их концепция счастья материального, как бы они на волне были, бац, под волну пошли и начали искать, что делать. Поэтому попали на лекцию. У людей в страсти есть два варианта. Или в невежество, или в благость. Одно из двух. Или в депрессию, или лекции слушать. Два варианта всего. Теперь люди в благости. Они начинают работать над собой. И у них уже есть возможность наполнять океанчик счастья свой внутренний. Раз у них такая возможность есть, значит, вредные привычки по мере наполнения внутреннего озера счастья отваливаются сами. Дошло до этой вредной привычки и не нужна уже. Отвалилась, следующая отвалилась, следующая отвалилась. Теперь ваша проблема в чём? Ваша проблема заключается в том, что вы очень остро и болезненно нуждаетесь в счастье извне. Вы воспринимаете людей, и вам больно за них. Почему? Потому что вы в страсти находите. Вы счастье извне берёте. Но если вы будете в благости, то вы просто будете спокойно относиться к своим близким. Вот на том уровне, на котором находится, на таком находится. Столько, это объём работы просто. Вот для этого человека нужно столько моей молитвы, для этого столько. Это объём работы. Но со всеми мне хорошо жить. Просто надо работать. Всё. Да? Так. Не трогайте ни сына, ни мужа. Пускай оба едят мясо. Ничего страшного. Это ничего не меняет жизни. Ни в ту, ни в другую сторону. Вам не хватает уровня развития духовного в семье. Обязанность женщины, а не мужчины. Постепенно менять атмосферу в семье. Тихонечко, незаметно начать готовить пищу с молитвой. Начать включать духовную музыку хотя бы у себя в ухе. Начать зажигать ароматические палочки дома. Начать потихоньку менять атмосферу. Это ваша обязанность менять атмосферу в доме. Ставить алтарик. Пускай такой, как муж хочет. Начать поклоняться этому алтарику. Понимаете? Когда вы атмосферу в доме будете менять, когда она дойдёт определённого уровня в благости, мясо начнёт отваливаться сначала у мужа. Он начнёт думать, блин, это, наверное, не так много надо есть. Это вредная всё-таки пища. Потому что сначала человек приходит к платформе просто здоровой жизни. Понимаете? Здоровая жизнь надо изучать. Всё пересматривать. А мясо – это здоровая пища или нет? Он чуть-чуть почитает, сразу увидит, что нездоровая. Зачем тогда его есть? Даже с позиции экологии. Нельзя найти такое мясо, которое бы с позиции экологии было здорово. Всем животным антибиотики впихивают, гормоны впихивают. Потом этот человек ест, становится толстым, становится бесплодным. Это значит, что у него ещё с позиции страсти разум не слез. Видите, говорите, он это знает. Значит, на платформу здорового образа жизни уже ваша семья встала. Это самое начало развития благости. Начните алтарь делать, начните молиться. Знаете, у всех страстных людей одна проблема серьёзная. И все ваши вопросы с этой проблемой связаны. Знаете, какая проблема? Вы боитесь объёма работы. Так как вы не хотите духовно трудиться, вы мне все одни и те же вопросы задаёте. Олег Геннадьевич, а вообще вот здесь докопать можно до конца или нет? Можно. А здесь, Олег Геннадьевич, докопать до конца можно? И здесь можно. Какой результат неправильного и жёсткого воспитания дочери отцом? Мужчина-фобия. То есть женщина боится мужчин. Она не может с мужчинами отношения строить, нервничает, обижается, злится. У неё очень низкий порог раздражительности на мужчин. Если неправильное воспитание женщины, то… Жёстко, да, избивает девочку. Если у неё сильный характер, то мужчина-фобия. Она истерики катает перед мужчинами. Чуть-чуть её задела, она сразу «а-а-а» на них. Вот. Результат. Женщина, если слабый характер, то она зачуханная становится такая. Вообще замуж боится выходить. А если и выходит, то боится мужа. Не сопротивляется ему. Не воспитывает его. Балует его. Звереет. Но это не результат жёсткости отца. Это результат того, что в прошлой жизни вы таким мужчиной были, который жестоко относился к женщинам. Вот чего это результат. Надо правильно знать причину и следствие. И тогда вы поймёте, почему жестокий отец достался, и почему потом дальше это преследует в жизни. Но это всё гуна страсти. Понимаете, страсть — это там, где очень жёстко всё. Даже когда вы с таким ситуацией сталкиваетесь в благости, и это всё смягчается. Когда вы выходите из жёсткой сферы жизни, то там все другие уже вещи происходят. Там всё по-другому. Как смягчается молитвами? Да. То есть духовная жизнь — это основа изменения своей жизни. Нет другого способа. И даже молитва — это не главное. Я вам тысячу раз сказал, что жизнь меняет духовный человек или святое место. Святость меняет жизнь. Но вы тысячу раз это будете забывать. Потому что человек в страсти, он верит только в себя. Только человек в благости верит уже в кого-то. Человек в страсти верит, что он сам своими силами сможет победить судьбу. Поэтому он забывает, что не молитва побеждает, а связь со святостью. Молитва нужна для связи со святостью. Это святость побеждает, а не молитва. Но потом вы приедете домой, опять забудете. Вы будете думать про молитву, что я смогу победить судьбу. Люди в страсти пытаются победить судьбу, потом ломаются, приезжают, Олег Геннадьевич, я сражалась, пыталась, ничего не получилось. А у вас и не получится. Вот сколько у человека есть силы, они уже повлияли на ситуацию. Вот ваши силы уже на вашу ситуацию в жизни уже повлияли, всё. Дальше дополнительные усилия внешние ничего не поменяют. Но если вы помолились сильнее, у вас больше сил, они больше влияют. И победа где чувствуется? Вот здесь. Вы уже здесь победили, а дальше всё начинает побеждаться потихоньку снаружи. Понимаете? Вот там и надо. А как здесь победу взять? Вы служите святому человеку, он отдаёт вам благость, благодать свою, отдаёт вам милость. Духовная энергия — это милость, это сила, которая побеждает судьбу сама. Духовная энергия — это милость. Люди в страсти не верят в милость, они верят в свои усилия. А люди в благости, они служат святости и вообще забывают про свои трудности, потому что она не только милость, всё растапливает. Милость, энергия милости, святости, она всё растапливает, все препятствия у человека в благости. Поэтому он такой счастливый, расслабленный, что он знает, что всё будет хорошо. У него по-другому психика работает. Нет страха в жизни. Садитесь вместе. И понеслась. И всё. Это настоящая дружба на самом деле. Все сели прямо. У нас уже подходит время. Вспоминаем святое место святого человека. Или просто хотя бы... Я знаю, что, допустим, Сергий Радонежский святой, но не верю в него. Ничего страшного, давайте изучать. Если вы понимаете, что он святой, просто икону вспоминаете и начинаете ей кланяться. Всё, у вас устанавливается контакт с Богом через этого человека. Всё очень просто. Объекты святости нужны для того, чтобы установить контакт с Богом, потому что Бог недоступен для нас пока напрямую. Причина — греховность. О этой причине говорится в ведах, что святые люди, святые объекты, они даже более милостивы, чем Господь, потому что они, какие бы мы греховны ни были, дают нам возможность отношения с высшими силами. Кто такой святой? Это тот, кто сострадательный к нам. Что такое священное писание? Это писание сострадания к нам. Что такое святое место? Там, где проливается сострадание на человека. Понятно, да? Что такое святое имя Бога? Это то, что имя, которое даёт нам победу, сострадает по отношению к нам. Застрадание означает «спускается сила». У нас спускается сила. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Так, все сели прямо. Вспоминаем святого человека. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастье, любви, духовного знания, духовного наставника и всего самого светлого в вашей жизни. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за ваше участие в нашей программе. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Я медленно, но верно двигаюсь вперед. Уже одна записка лежит на столе. Не знаю, отвечу на все или нет, но стараюсь. Я могу вас попросить. Спасибо. 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 Спасибо.